Я вообще-то не люблю, когда фамильярничают, поэтому зовите меня просто царь. Вы знаете, у нас в Беларуси однажды была такая ситуация, когда православный батюшка не хотел мириться с пятидесятническим пастором, дедушкой. И вот этот старенький пастор предпринял еще одну возможность для того, чтобы помириться, как-то помолиться вместе, познакомиться, нормально поговорить с православным священником. Православный священник назначил встречу. У себя дома. Брат-пастор пришел после работы. В простой одежде. Зашел к нему в дом. Постучался. Ему позволили войти. И когда он вошел, он сказал, приветствую, брат мой. На что православный батюшка говорит? На колени перед владыкой. На что ему брат отвечает? Библия говорит о двух владыках. Один небо и земли. Другой мир из сего. Ты который? Ты который? Конечно же, встреча снова не состоялась. Потому что православный батюшка выгнал его из дома. Но я хочу сегодня свидетельствовать о Слове Божьем. О истине. О том, который есть Иисус Господь. Кому принадлежит наше сердце. Я уже однажды был у вас. Это было вечернее служение. Пару лет назад. Я повторюсь, может быть, немножко. Для тех, кто не знает. Я являюсь пастором церкви в городе Минске. Церковь называется Евангелие Христа. Муж одной жены. Отец четверых детей. Церковь у нас, ну, наверное, больше молодежная. Хотя у нас есть люди пожилые, далеко за 80. И в этом году мы отметили 16-летие нашей церкви. Молодежное служение у нас называется Экзит. Может быть, можно в интернете найти что-то подобное. И наше видение в церкви, это в основном видение на молодежь. Я повторюсь, у нас есть люди среднего и пожилого возраста. Молодежь 30-х, 40-х, 50-х и так далее. Но мы все вместе тоже вот так прославляем нашего Господа в единстве. Нам нравится прославлять Господа. И в этот раз я попал сюда по нужде. Наше здание, оно уже пришло в негодность помещения. И мы своими силами что могли сделали. Но так как здание 52-го года постройки, его строили еще пленные немцы, стены очень крепкие. Стены. Но перекрытия деревянные. И у нас деревянные перекрытия, и пол расшатался до такой степени, что нужно укреплять. Ну и, конечно же, за это время пришло в негодность много другой стены и так далее. Пока я ехал сюда, мне прислали сообщение, мои братья говорят, что проект разгорел. Я говорю, ну, тогда молитесь усиленно. И я понимаю, что здесь есть наши братья и сестры, которые всегда откликаются, всегда помогают. И в этот раз я привез с собой диски. Альбом группы нашей церковной и альбом группы в селах нашей, где я был непосредственно руководителем. Поэтому если вы даже диски купите, это будет здорово для нас, большим благословением. Но я уверен, что эта музыка будет и для вас благословением. К сожалению, я не могу ничего исполнить, потому что здесь есть проблемы по техническим причинам. Но я прошу вас, возьмите на веру. Аминь. Аминь. Итак, я перехожу непосредственно к проповеди Слова Божьего. Сегодня замечательное время. Замечательное, хорошее время. Мы вспоминаем смерть нашего Господа и Его воскресенье. В то время, когда Иисус ходил по земле, Он очень много проповедовал и говорил людям о Царстве. Он говорил о том, что Царство Божие это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Для людей того времени это было непонятно. И когда мы читаем Слово Божие, сейчас уже, как современные люди, мы, зная Господа, оказывается, есть люди, которые не знают, что такое радоваться во Святом Духе. Люди порой чаще плачут, но Слово Божие говорит о том, чтобы мы радовались. Послание, когда апостолы пишут, они говорят радоваться. И вы знаете, это повеление, это указание радоваться братья и сестры. А как мы свою радость выражаем? Ну, некоторые, как написано, праведник едва ли улыбнется? И как только ты радостный христианин, на тебя уже смотрят как-то по-другому. Наверное, что-то у этого парня не в порядке в жизни. Но почему же не в порядке? Я радуюсь, потому что со мною Господь. И в то время, когда Иисус ходил по земле, некоторые Его слова были непонятны людям. Я хочу прочитать Слово Божье. Евангелие от Иоанна. Шестая глава. С тридцать пятого стиха. И Иисус же сказал им, Я есть им хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день. Возраптали на Него иудеи за то, что Он сказал, Я хлеб, Я есмь хлеб, шедший с небес. И говорили, Не Иисус ли это сын Иосифов, которого Отца и Мать мы знаем? Как же, говорит Он, Я сшел с небес? И Иисус сказал им в ответ, Не ропщите между собою, никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший меня. И я воскрешу Его в последний день. У пророков написано, И будут все научены Богом, всякий, слышащий от Отца и научающийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную, Я хлеб, Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Аллилуйя. Я хлеб живой, шедший с небес, и идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как Он может дать нам есть плоть Свою. Иисус же сказал им, «Истина, истина говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в Нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так, ядущий Меня жить будет Мною. Сей есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Ядущий хлеб сей жить будет вовек». Сие, говорил Он, в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников Его слышат, то говорили, «Какие странные слова! Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики Его ропщут, на то сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю Я вам, суть Дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. И сказал, «Для того-то и говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет Ему от Отца Моего». С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им, «Не двенадцать ли вас избрал Я, но один из вас дьявол?» Это говорил Он об Иуде Симонове из Кариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати. Аминь. Аминь. Итак, мы с вами знаем, что много людей ходили за Иисусом, потому что видели чудеса и знамения, потому что ели хлеб и насытились. Because they ate bread and were filled. И мы видим, что Иисус обращает внимание на хлеб. And so now we see that Jesus gives attention to the bread. И Он говорит о хлебе Божьем. And He speaks about the bread of God. О хлебе, который сошел с небес. The bread that came from heaven. Он стал иными словами говорить им о том, что земной хлеб это не суть важна. Самое важное это хлеб, который сходит с небес. Почему? Потому что люди ходили и хотели кушать. Время было такое. Люди голодали. В другом месте мы с вами читаем, когда многие люди шли за Иисусом, Он хотел их накормить. И Он сделал это. Пятью хлебами и двумя рыбками. И это было чудо. И люди продолжали ходить. И думали, что Он будет всегда такое чудо делать. Вы знаете, много людей сегодня в церквях тоже ходят за Иисуса. Только с одной целью. Они знают, что не станутся голодными. Многие люди ходят в церковь потому что у них есть достаток и благословение. Они знают, что источником достатка и благословения является Господь. Но как только начинаешь с этими людьми говорить о духовных глубоких вещах, они тут же начинают возмущаться. Что-то подобное произошло и здесь. Я не знаю, у вас, наверное, так не происходит. Скорее всего, это у нас в Беларуси и так. Есть еще немощные. Которым, когда подходишь и говоришь, что Бог благословляет не только земным благословением, но Слово Божие говорит, что и всяким духовным благословением, that with all spiritual blessings, аминь, 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 и лишь только некоторые люди, and there's only a few people, лишь только те люди, которые готовы пойти за Иисусом Христом несмотря ни на что, it's only those who are willing to follow Jesus no matter what, они способны это понять. They are able to understand this. Мы видим, что очень много людей следовали за Иисусом. Иисус обращает внимание и говорит о хлебе, который сходит с небес, to the bread that comes from heaven, 39 стих, the 39th verse says, воля же пославшего меня Отца есть та, the will of the one who sent me is this, чтобы из того, что он мне дал, that which he gave me, ничего не погубить, that I wouldn't lose any of it, но все то, воскресить в последний день, to raise it up on the last day. Аллилуйя! Аллилуйя! 40 стих, and the 40th verse, воля же пославшего меня есть та, the will of the one who sent me is this, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, would have eternal life, и я воскрешу его в последний день. And I will raise him up on the last day. Аллилуйя! Аллилуйя! 44 стих, No one can come to me, если не привлечет его Отец, пославший меня, if the Father doesn't first send them to me. И я воскрешу его в последний день. And I will raise him up on the last day. 54 стих, and the 54th, ядущий мою плоть и пьющий мою кровь, he who eats my flesh and drinks my blood, имеет жизнь вечную, has life eternal. И я воскрешу его в последний день. And I will raise him up on the last day. Что ты говоришь, Иисус? What are you saying, Jesus? О чем? Какие речи? What things are you talking about? Нам хорошо было ходить за тобой. It was good for us to follow you. Когда ты проповедовал нам о Царстве Божьем. When you were preaching about the kingdom of God. Когда ты благословлял нас пищей насущной. Когда ты давал нам на каждый день хлеб. When you gave us bread for each day. И это было здорово. And it was great. Но о чем ты сейчас говоришь? But what are you talking about now? Какой ганнибализм? What is this cannibalism? Ты предлагаешь нам пить твою кровь и есть твою плоть? You want us to drink your blood and eat your flesh? Как это может быть? How can you do this? Это ненормально. It's not right. Это против закона. This is against the law of God. The law tells us that we can't have any blood in the meat we eat because there is life in the blood but Jesus. А Иисус говорит кто не будет пить крови моей Jesus is saying who doesn't drink my blood doesn't have eternal life. Когда люди ходят в церковь and so when people come to church and all the world all the way up to the point where the pastor is talking about the blessings of this world люди слушают с удовольствием people are listening and they're happy и принимают and they accept it. Но как только он начинает говорить о более глубоких вещах but once he goes into deeper things количество людей уменьшается the number of people drops понимающих его those who understand к нему начинают приближаться лишь только те and only the ones that stick around are those которые пережили возрождение духовное who have experienced a rebirth in the spirit возрождение в духе who have been born in the spirit которые последовали за Иисусом Христом who have followed Jesus Christ и оставили все and left everything и готовы сегодня оставить все и последовать за Ним and they're ready today to leave everything and follow Him куда бы Он ни пошел wherever He may send them и мы видим что Иисус проповедует эти слова and we see as Jesus says these words Он обращает внимание на учеников He is giving attention to these disciples и некоторые стали роптать and people began to murmur и говорить and say кто может это слушать who can understand these words как Он может предлагать нам есть плоть свою и кровь пить свою how can He tell us to drink His blood and eat His flesh и мы видим с вами что многие с того момента перестали ходить за Иисусом and we see here that many people stopped following Jesus мы смотрим порой на количество церкви and we look at the church количество людей the number of people и знаете я как пастор тоже переживаю чтобы в церкви было много людей and you know as a pastor I want in church for there to be a lot of people and me хочется чтобы церковь была переполнена my desires for the church to be filled with saved souls но когда люди вдруг начинают уходить из церкви but as people begin to walk away from the church раньше это говорило о том что плохой пастор in the past people would say it's a bad pastor ну так принято считать that was just an accepted truth он не умеет работать с людьми he doesn't know how to work with people поэтому людям неинтересно and that's why people are uninterested и они уходят and so they walk away но сейчас другая есть еще одна причина but today there's a different understanding есть люди которые не могут слушать подобно как не могли слушать Иисуса there are people who aren't able to listen and understand just as people didn't listen and understand Jesus with these words когда вдруг пастор начинает говорить as the pastor begins to say что нужно вставать с утра и первое время посвятить для Господа that you need to wake up and the first thing you do is dedicate to God молясь to pray and to read the word of God когда нужно приходить в церковь каждое служение и молиться when he says it's necessary to show up to every service and pray когда пастор призывает в посты входить и стоять в проломе за нужды которые есть в церкви when he calls people to fasting and praying for the needs of the church нужно делать немножко больше чем делают обычные люди you need to do a little more than normally people would do in other words to not just be Christians that are resurrected but be Christians sorry Christians not just on Sunday but every day and so sometimes you see Christians on Sunday and you see that people are like обычные мирские люди rather during the course of a week and you see that they don't act any different than the people around them and others you won't even be able to tell at their workplace that they are Christian they are timid and afraid to say I'm Christian that they go to church that they worship God they are holding this back and when you talk to them in public how are you doing my brother and you are using the Christian terminology you say hallelujah praise God and you look and the person is a little uneasy because his co-workers are looking at him and he says don't speak so loud why and Jesus was saying and proclaiming loudly he said those who are thirsty come to me and drink and the one who drinks he will become a spring of living water hallelujah we do not need to be afraid and timid and Jesus turns to the twelve disciples and says do you want to leave me now and it's the same thing as the pastor saying some left maybe you want to leave as well but these twelve they were in shock and praise God for Peter when I meet him in heaven I'll say thank you for a good example of faith and trust in God he said Jesus where else would we go you have eternal life in you in other words you tell us what to do and how to live life and we have trusted in you and known that you are Jesus Christ the son of the living God hallelujah 12 disciples they also maybe didn't understand but there was one among them who made a step of faith and he saved the situation and that was Apostle Peter when the boat was on the sea and Jesus was walking on the water the first who stepped out was who it was Peter he wasn't to make mistakes why because he trusted in God and sisters will never be perfect because the one who is perfect is only God and he has left us an example of how to live and we are trying for perfection and so when we do something out of our heart for God even our mistakes God and we are doing something for him he is already happy about it in my life when I accepted the decision every day in the morning at 5am to wake up and pray and the first time of a new day to give it to God God loves this and why do I see this because he blesses my day and whether it's sunny or dark outside God blesses the day and throughout the day everything works out but as soon as I don't pray everything falls apart is it just me there's others here that experience the same thing praise God and so what do I want to draw attention to our Lord Jesus Christ tells in the word the rules that we need to live by the important things the crucial things are always repeated and so in this sixth chapter four times Jesus says the crucial thing to take part in the body of Christ and this is an importance for every single Christian I do not understand why some Christians deny the importance of communion but in the 39th verse we see that Jesus said the will of the Father is that which he's given me would not be lost but to raise everything up on the last day 40th verse says the same thing the will of the Father is so that all who see the Son and believe in him would have eternal life brothers and sisters do we want to have eternal life and I will raise him up on the last day and again in verse 44 no one can come to me unless the Father sends him and I will raise him up on the last day and the 54th verse those who eat my flesh and drink my blood have eternal life and I will raise him up on the last day hallelujah and so in other words what's written here you understand what happened with the nation of Israel when they left Egypt the blood of the lamb they used it to paint the door frames of their home why did they do this so that the angel of death would pass by and this was the judgment of God God was judging the Egyptians but the nation of Israel was left alive thanks to the blood of the sacrificial lamb and today as we take part in communion in the same way the blood of the lamb covers us as it did for the Israelites as they were leaving Egypt and so as we accept this symbol of the blood of Christ it's a symbol of the blood of the sacrificial lamb who covers the doors of our hearts and the holy of holies the place where the pastor was talking about in the beginning of church where it's the altar that you're able to praise God this is your and my heart brothers and sisters and so as we accept this symbol of the blood it covers our hearts and this is a symbol that we're able to see and it's demonstrated to God to his angels that when Jesus Christ returns back to this world he's going also to bring judgment and this will be a visible sign that the blood of Christ is on your and my heart this will be a visible sign to God and the angel of death will pass by you and you and me as it says in the word of God I will raise him up on the last day and if you and I use the power of his blood and accept the symbol of his flesh that is the bread God God will will raise you and me on the last day when he comes back to this world in order to judge the earth you and I will be spared and together with him what what why it's written that each and every one of us when we accept this communion that we would consider the blood and the body that was broken for us and in 1st Corinthians the passage where we normally read before communion in the 11th chapter starting from the 21st verse every time that you eat this bread and drink this blood you declare the death of the Lord until he comes and so if anyone drinks this bread drinks this blood and eats this flesh in an unworthy manner they will be guilty against the body of Christ and so let a man test himself and in this way would they eat this bread and drink this cup because those who drink in an unworthy manner they drink judgment upon themselves for not considering the body of Christ and so that's why many of you are sick and some have disease and some even die and so look one of the reasons that we have sickness is covered right here when people accept communion without examining themselves and thinking about the body of Christ and not understanding what they are doing in the moment brothers and sisters there are many people and unfortunately many churches who don't treat communion in the correct way and when they take the bread it crumbles and some of the crumbs fall on the floor and the wine sometimes it spills nothing wrong with that but when the priests pray and we need to treat it as sacred and consider what Jesus did and when he comes back to this world and his blood covers our hearts amen may God bless us and I invite us all to prayer let's stand on our feet and we'll turn to God maybe there are people in this that